Хлеб казахстанский я решила испечь по просьбе одной из подписчиц. Так как я этот хлеб никогда в своей жизни не видела, а сеть мне не дала никаких подсказок, то ориентироваться мне пришлось только на этот рецепт. Как мы видим, в нем присутствует минимальное количество сдобы. Поэтому можно представить себе, что он будет похож на хлеб тостерный. Также четверть процента масла растительного указывает на то, что оно используется либо для смазки формы для выпечки, либо для смазки противня. Именно поэтому я решила испечь хлеб как формовой, так и подовой в двух вариантах. Хлеб я испекла на большой густой опаре, которую выбраживала 4,5 часа. Если посмотреть на физико-химические показатели, которые даны вместе с рецептурой, то можно понять, что влажность мякиша очень низкая, в районе 50%, даже слегка ниже. А пористость мякиша указывает на то, что он будет соответствовать пористости булочных изделий. Так как у нас все же артизанская выпечка, то я слегка увеличила влажность теста. Не сильно, но все же увеличила, потому что работать с тестом 50% влажности, мне показалось, что совершенно невозможно. Для хлеба, который я испекла в форме, влажность была выше, чем для подового хлеба. Вы, конечно, можете самостоятельно регулировать влажность, но если придерживаться рецептуры, то можно понять, что по задумке хлеб имеет мелкую пористость, сухой, упругий мякиш, а также по консистенции он соответствует, скорее, булке. Если у кого-то из вас есть фотографии, как должен выглядеть этот хлеб, я буду крайне признательна, если вы поделитесь ею в комментариях. Я думаю, всем подписчикам будет это крайне интересно. По ГОСТу надрезы всегда идут параллельно друг к другу, поэтому я придержалась этого же правила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Должна сказать, что на вкус этот хлеб оказался очень вкусным. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА в тостерной форме. Я совершенно уверена, что он придется вам по вкусу. Как вы видите, несмотря на одинаковый температурный и временной режим, корочка у подового хлеба значительно более поджаристая и толстая, чем у хлеба, выпеченного в форме. Если вам понравилось это видео, я буду признательна и благодарна, если вы поставите лайк, а может быть подпишитесь на мой канал. Бегите на здоровье!